Святителю Отче Спиридоне После всемирно известного острова Патмоса, бывшего местом заточения святого апостола Иоанна Богослова, особенно притягательными для православного паломника являются греческие острова Корфу, Эгина и Эвбея, где, соответственно, покоятся мощи великих христианских подвижников – святителей Спиридона Тремифунского, Нектария Эгинского и святого праведного Иоанна Русского. Итак, остров Корфу или Керкера, лежащий в двух милях от Албании. Он известен нам со школьных учебников и по картинам художников-маринистов, отображающих знаменитую битву с французским флотом русско-турецкой эскадры под водительством адмирала Ушакова. Благодаря победоносному морскому сражению Россия получила возможность несколько лет контролировать Керкеру – стратегически важный порт южных морей Европы. Но это лишь эпизод в долгой и трудной истории острова. Первым, кто воспел его красоту и очарование, был Гомер. По преданию, именно сюда после долгих странствий причалил корабль Одиссея, окаменевший по злому умыслу Посейдона. Местные жители с великой готовностью покажут приезжему человеку легендарную бухту и окаменевший корабль Одиссея. В разные века островом владели римляне, византийцы, венецианцы, турки, французы и англичане, которые во второй половине XIX века вернули, наконец, Корфу Греции, в числе других островов Иоаннического моря. От шумели века героической борьбы островитян с захватчиками, и лишь бастионы грозных крепостей свидетельствуют миру о человеческом вероломстве и жестокосердии. С обретением независимости островитяне вновь смогли свободно исповедовать православную веру, как это было в византийские времена. Паломника изумляет здесь обилие храмов. Их на острове около 800. В главном городе Керкеры, носящем то же название, что и остров, порой на одной улице несколько церквей. Они расположены даже на этажах жилых домов. Убранство этих небольших уютных храмов нередко выполнено в византийском стиле. На острове несколько небольших обителей. Наиболее известен византийский мужской монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы Кириатиса в местности Палеокастрица, возведенной в XIII веке на вершине Высокой горы. На крошечных островках расположились еще две обители. Во имя Блохернской иконы Божьей Матери и Христа Пантократора. Небесный покровитель острова – святитель Спиридон Тремифунский. Его святой образ не раз являлся защитником острова на крепостных стенах в критические моменты, воодушевлял греков на борьбу с иноземцами. Почти в каждом храме Корфу можно увидеть икону святителя или фотографию его нетленных мощей. А сама серебряная рака святого находится в кафедральном соборе во имя святителя Спиридона. Его мощи были привезены на Корфу из Константинополя в 1453 году после падения Византии, где они покоились с VII века. А родина Спиридона Тремифунского – остров Кипр. Сын простых родителей, он с детства был пастухом, ведя чистую, богоугодную жизнь. За простодушие, смирение и добродетель Господь сподобил Спиридона дар от чудотворений. Он исцелял больных, низводил на поля дождь во время засухи, изгонял бесов. После смерти жены его избрали епископом города Тремифунта. Но он не оставил своего ремесла, заботясь одновременно о словесном стаде. На иконах святители Спиридона часто изображают вместе со священным мучеником Василием Севастийским, также покровителем и целителем домашнего скота и животных. Святой Спиридон принимал участие в знаменитом Первом Вселенском Соборе в городе Никеи, где вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийских, выступил против еретика Арии и его сподвижников, отрицавших божественное достоинство Иисуса Христа. Простой, не обученный философским премудростям, но стяжавший благодать Святого Духа, святитель Спиридон сумел одержать убедительную победу над всеми изощрениями ума человеческого и защитить православный догмат о втором лице Пресвятой Троицы. Со всего света едут ныне в этот благословенный храм паломники, чтобы молитвенно приложиться к чудотворным мощам святителя Спиридона и спросить у него духовной и физической крепости, помощи в житейских делах. Большой удачей для паломников будет побывать на божественной литургии и чтении Акафиста Святому в день его памяти, 25 декабря. В этот день по сложившейся доброй традиции у мощей Спиридона Тремифунского служат священники из России. У гроба Великого Святителя как-то особенно отчетливо чувствуется, что православие не имеет границ и что христианские святыни принадлежат всему человечеству. Прощаясь со святыми мощами, с благословенным островом, исполнившись благодати Божией, паломник на пути домой будет молитвенно повторять «Святителю Отче Спиридоне, моли Бога о нас!» Субтитры создавал DimaTorzok